Привет друзья! В этом видео я собрал для вас полезные электронные модули и компоненты из Китая. С их помощью можно собрать разные приборы и устройства, а тех кто досмотрит видео до конца ждет конкурс и приз будет разыгран уже в ближайшее воскресенье. Начинаем! Система контроля доступа. Полностью готовый автономный комплект для установки на дверь. В набор входит электромагнитный замок с усилием удержания в 180 кг, блок питания с релеей схемы управления задержкой, RFID контроллер с памятью на пять сотен карт, врезная кнопка выхода и десяток RFID меток. Данный набор позволяет самостоятельно без заморочек установить на дверь бесключевой доступ с помощью карты меток. Контроллер не требует подключения к компьютеру, он полностью автономен и программируется с клавиатуры. Также возможно открытие двери с помощью цифрового пин-кода. Данный комплект подойдет для внутреннего применения. Например, для установки в офис или на этаж с доступом на несколько квартир. Также у продавца есть другие наборы с возможностью уличной установки. Свой комплект я уже получил и установил. Блок питания. Один из самых миниатюрных блоков питания на 12 вольт. Его размеры 75 на 38, а в высоту он 30 мм. Такой источник удобно подключать проводом с выключателем к сети питания 220 вольт и делать светодиодную подсветку в разных точках. Например, у меня сделана подсветка стола и теперь в ящиках удобно и светло искать мелочевку. Блок питания имеет небольшую мощность и способен выдавать ток всего в полтора ампера, поэтому он подходит для небольших кусков лент, примерно до двух метров. Яркая светодиодная лента. Для подсветки лучше всего использовать ленту со светодиодами 57 на 30. Они очень яркие и обеспечивают большое количество света. Подойдут для подсветки рабочей зоны на кухне или полок в шкафах. Ленты бывают с логозащитой для применения в ванной или на кухне и без логозащиты. Такие можно использовать в шкафы и на подсветку полок. Также можно выбрать светность – теплый, белый или холодный свет. Тестер светодиодов. Небольшой и недорогой приборчик для тестирования светодиодов и подбора их яркости свечения. Тестер работает от батарейки кроны. И в нем уже распаяны резисторы разных номиналов для разных токов. Диапазон возможных токов от 2 до 150 мА. Подключая светодиод в разные контакты, вы сможете подобрать его яркость, используя при этом минимальные токи. GSM сигнализация. Простая и бюджетная сигналка. В ней установлен датчик человеческого тела, срабатывающий на дальности до 2,5 метров. Работает по GSM каналу и присылает оповещение при срабатывании. Настройка производится с помощью SMS-команд. Внутри установлен аккумулятор, поэтому при отключении питания будет продолжать работать. Такую сигналку можно установить в загородные дома, дачи и гаражи. Усилитель звука. Очень миниатюрный и при этом мощный усилитель звука. Размером он с ладонь, но при этом может прокачивать две 50-ваттные колонки. Внутри установлен чип TPA3116. Работает модуль от напряжения с 9 до 24 вольт. Потребляемый ток составляет 3 ампера. Поэтому усилок нужно подключать к мощным блокам питания. Также в него встроен Bluetooth-приемник. Поэтому музыку можно запускать не только через AUX кабель, но и с мобильника по Bluetooth. Дальность работы до 10 метров. Зарядка аккумов. Универсальная зарядка для аккумуляторов телефонов. У зарядки подвижный плюсовой и минусовой контакт. Благодаря этому она может заряжать аккумуляторы с любым расположением контактов. Зарядка нужна для того, чтобы заряжать аккумулятор вне телефона. Работает от сети 220 вольт. Переходник на евровилку входит в комплект. Частотомер. Компактный анализатор антишпионка. Сканер умеет определять частоту радиосигнала и показывает его силу. Работает в диапазоне частот от 50 МГц до 2,6 ГГц. Таким образом он охватывает FM диапазон, рации на 433 МГц и устройство работающее на частотах Wi-Fi 2,4 ГГц. Благодаря внешней антенне способен засечь сигнал портативных раций на дальности до 20 метров. А маломощные передатчики ловят на расстоянии 2-3 метров. Антенна сменная, поэтому можно заменить ее на нужный вам диапазон, увеличив при этом дальность поиска. Частотомер нужен для того, чтобы узнать частоту сигнала, а также он поможет найти ее источник. Понижающий модуль. Простой, дешевый и крайне полезный понижающий преобразователь. Основное его предназначение это зарядка аккумуляторов. Тремя потенциометрами можно ограничить напряжение, ток и выставить порог индикации. Будет отлично работать вместе с балансировочной платой. Преобразователь с амперметром. Полезный модуль с экраном. Это понижающий преобразователь. Он работает от 5 до 20 вольт и может понижать напряжение источника до нуля. Управление электронное. Нажатием кнопок напряжение меняется на 0,3 вольта. Ну а самое главное, у него есть амперметр, который измеряет токи до 3 ампер. Значение тока и напряжение показывается на LCD-экране с подсветкой. Будет крайне полезен при настройке и анализе проходящих токов. Амперметр 220 вольт. Еще один прибор для анализа. На этот раз переменного напряжения 220 вольт. Покажет и само напряжение и проходящий ток вплоть до 100 ампер. Пересчитывает сразу ватты и ватт-часы. Будет полезен для создания лабораторных блоков питания и бытовых электросчетчиков. Регулируемый блок питания. Простой кит-набор для создания регулируемого блока питания на 12 вольт. Можно выставлять напряжение от 1,5 до 12 вольт. Питается от обычной сети 220 вольт. Трансформатор и корпус идут в комплекте. Мощность небольшая, но для отладки и питания мелких поделок вполне достаточно. Управляемые цоколи. Целый набор цоколей, управляемых дистанционно. Можно выбрать 1, 2, 3, 4 или целых 8 управляемых 27 цоколей. В комплекте с ними идет пульт на соответствующее количество кнопок. Подключение простое, вкрутить одно в другое. Надеюсь, справитесь. Эти цоколи отличная альтернатива умным домам. Сигнализация воды. Полезная штука для дома. Сигнализация автономная. Ее не нужно никуда подключать. Достаточно установить в нее батарейку и расположить места возможного появления воды. Работает от одной батарейки кроны. С нижней стороны расположены контакты. И при их замыкании водой сработает громкий звуковой сигнал. Для лучшего срабатывания рекомендую положить сигналку на тряпку. Ткань быстро намокнет, впитая воду и замкнет контакты сигналки. Расположить датчик можно под раковину или под ванну, рядом со стиральной или посудомоечной машиной. И она сработает в случае появления воды. 3D принтер. Данный принтер позволяет самостоятельно напечатать пластиковые детали любых форм. Крепления, корпуса, игрушки, ящики, органайзеры и т.д. Максимальный размер печати составляет 210х210х205 мм. У принтера мощный стальной профильный корпус, который не гуляет во время печати. Также у него есть очень удобный сенсорный экран, с которого очень просто управлять принтером, производить калибровку и его настройку. Эта модель не требует многочасовой сборки и настройки. Принтер уже собран. Как сказал мой товарищ, это модель для ламеров. Ну, таких как я. Для подготовки к печати нужно лишь закрутить 8 винтов рамы, подключить 3 разъема и произвести настройку нулевого уровня. Это занимает минут 10-15. В комплект также входит стойка для пластика, сенсор окончания нити, горячий стол и катушка пластика на 1 кг. Принтер продается с российского склада. Доставка в Подмосковье заняла 4 дня после заказа. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ссылки на все товары находятся в описании к видео. При заказах не забывайте пользоваться кэшбэком и возвращать свои деньги. Недавно EPN выпустил новый промокод, увеличивающий скидку до 8%. Найти промокод, а также подробности и обучающее видео про кэшбэк вы можете в описании. Еще в плагине EPN есть очень полезная функция динамика цен. Она позволяет видеть график изменения цены на товар и понять выгодно его сейчас покупать или нет. А теперь конкурс. И призом будет любой товар из Китая на 1 тысячу рублей. Для участия нужно выполнить три условия. Подписаться на канал, поставить лайк и написать какой товар был самым интересным для вас. Ну все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok